Всем привет! С вами команда Fox Россия и мы находимся на водоеме Черница, Республика Беларусь. Здесь мы проведем три дня и постараемся поймать здешних обитателей. Мы находимся в полном составе. Меня зовут Антон, с нами Виктор и Эдуард. На водоеме Черница мы находимся впервые. Мы очень много наслышаны интересной информацией об этом водоеме. О тех обитателях, которые здесь находятся, и мы очень хотим их поймать. По информации здешних владельцев и егерей, клев сейчас совсем неактивный. Рыба придавлена, вода холодная, и поймать ее будет нам непросто, но мы будем стараться изо всех сил. Мы находимся в 19 секторе. Это, так сказать, мелководная часть. Будем ловить как на досягаемой дистанции с берега, так и в завоз на максимально низких глубинах. Посмотрим, что у нас из этого получится. Мы уже установили наш лагерь. Мы разместили на самом понтоне шелтер. Поставили палатку и кухню. А сейчас мы приступим к маркерению. Будем искать перспективные места. Ну а дальше мы уже расскажем о прикормке, о нашей тактике и о монтажах и оснастках. Ну что, вперед. Эдуард, мы поймаем рыбу на этой чернице. Я не знаю, если напомнить, ведь ходит. Я серьезно, я не шучу. Где? А он там. Ты что ты говоришь? Я серьезно, я тебе говорю, я вот только что там стоял, там какой-то кулек в кустах. У нас тут непредвиденные обстоятельства. Мы поймали, но пока не карту, а похожую медведя. В общем, пока вы тут снимаете, я поехал на лодку от тебя. Иди, собирай лодку, да? Сейчас мы поедем на ней. А ты где-нибудь втроем? Итак, сейчас мы будем готовить прикормку. Основу нашей прикормки составляют два вида бойлов. Одни из компании Fun Fishing Sleva и Sessimur Life System. Fun Fishing мы рассчитываем на то, что он будет делать быстрое привлечение рыбы, а Sessimur некоторое удержание рыбы на точке. Также мы будем использовать пелицы. Перец Life System и перец трав форелевый. И сыпучая прикормка Milk and Nut Cream. Теперь, как мы это будем делать? Для начала мы засыпаем в отдельную емкость смесь пелицев. Life System и форелевый перец трав. В пелец мы добавляем немножко Fit Sim, жидкое питание. Тщательно его промешиваем и оставляем настояться на полчаса, чтобы он впитался. И тем самым в воде пелец при растворении дольше отдавал все аминокислоты, питательный комплекс, который сейчас наиболее актуален в весенний период. Пока настаивается пелец, мы приступаем к резке бойлов. На стартовый прикорм мы всегда рекомендуем бойлы резать максимально мелко. Как мы это делаем? Мы это делаем при помощи канцелярского ножа. Мы режем бойлы на восьмые части, на вторые части, на четвертые части. То есть вначале лучше подавать больше восьмых частей, четвертых. Далее восьмую убирать с каждым днем. Тем самым увеличивая прикорм, она оставляет так или иначе небольшое количество мелких частиц в любом случае. Ну вот сейчас мы будем резать и посмотрим, что у нас потом выйдет. Некоторые бойлы, мы даже большую часть брали, мы рекомендуем прямо вот разламывать руками и вот присыпать их в такую крошку. Потому что чем меньше, не совсем крошка, а вот такие как бы кусочки, которые отделяются, Чем это хорошо? Тем, что мы тем самым убираем острые всякие углы, границы, которые остаются после канцелярского ножа. И это может меньше отпугнуть рыбу. То есть вот можно его разнулать на две части, на четыре, на восемь. Такие кусочки, они работают очень хорошо. Ну и также мы добавляем вверх не целых бойлов. Немного, но чтобы они так или иначе удерживали рыбу. Почему мы выбрали именно Classic Fun Fishing и Life System? Потому что мы поддерживаемся такой теории, что по холодной воде и ранней весной кормить рыбу много не надо и не нужно использовать высокопитательные бойлы, сделанные на рыбной основе. Поэтому делаем ставку на фрукты. И мы вначале не кормим много. Мы будем смотреть на реакцию рыбы, как она отреагирует. А если уже поклевки будут частые, то мы будем увеличивать прикормку и увеличивать фракцию самой этой прикормки. Вот. Таким образом сейчас мы сделали, нарезали бойлы. У нас настаивается перец. И мы добавляем в бойлы аминокислотный комплекс Респонс плюс Крим от Симур. Он обволочет наши бойлы. Далее мы все это посыпем крошкой. И таким образом работа бойлов в воде будет наиболее лучше, потому что прикормка будет отдавать этот комплекс воду. Но сейчас мы расскажем более подробно, как мы это делаем уже на примере сыпучей смеси. Теперь наш спудмикс, залитый аминокислотным комплексом Респонс плюс Крим, мы покроем сыпухой Милокандинат. Так как бойлы у нас залиты ликвидом, то все мелкие частицы из данной сыпучей прикормки прилипнут к бойлам. Если еще это оставить дальше на солнце, выложить, то под солнечным светом они еще больше прилипнут. И когда эта прикормка попадает в воду, она начинает действовать моментально. Частички постепенно начинают отлепляться от бойлов, тем самым создавать в воде некую муть и привлекать карпа издалека. Это очень важно. Тем более, что если мы это еще оставляем на солнце, оно это больше и лучше прилипает, то этот эффект длится еще дольше. В чем минус, если все заливают нам ликвидом сразу, например, и кидает эту воду в бойлы. Минус в том, что ликвид быстро отходит от бойлов, растворяется, и его просто может унести течением, если большой ветер, например, в соседний сектор или вообще в другую часть водоема. В данном случае мы стараемся как можно дольше оставить этот эффект в нашем пятне. Как только у нас настоялся пелец и впитал в себя фитстим, мы пересыпаем его в наш сплодмикс. Ну и вишенкой на торте является конопля. Коноплю мы добавляем всегда. Мы вот взяли себе на пробу такую коноплю, уже готовую, вот с осимур. Она идет в таких пластиковых контейнерах удобных, которые, в принципе, потом можно использовать и для приготовления прикормки. Это очень удобно. Она идет как обычная конопля бывает, так и остренькая. То есть там уже нужно ориентироваться по ситуации. Мы оставили нашу прикормку на солнце немножко, частички прилипли, и вот так выглядит финальный сплодмикс. На наш взгляд, он должен работать просто отлично. У нас первый день, первый закорм. Отправляемся вдаль на лодочке с прикормкой. У нас есть стонарный маркер. Вот такая там глубина небольшая. Вот будем ловить на мелкой части водоема. Антон нас будет сейчас с дальномером говорить, на какой мы дистанции. И в эту точку мы сейчас закормимся. Мы отбаркирились, составили подробную карту нашего сектора. У нас сейчас не соревнования, поэтому мы взяли большую акваторию, сделали несколько лучей и определили, что будем ловить правую часть водоема. Вот туда мы сейчас и отправляемся. Команда ФОКС, мы идем в завоз. Мы подготовили отличный микс. Я думаю, что сейчас мы все сделаем как надо. Мы нашли хитрые точки. Там все интересно. Там есть правильная часть, литератушка, литер русло. Как там наш капитан? Он должен сейчас нас сгарбинировать на нос. Капитан! Сейчас у нас пол третьего ночи. Антон у нас дежурил на Мостушке в шелтере. Я спал у себя в палатке. Слышу оттуда мощнейший паровоз. Антон уже вылаживает. Но вылаживание было очень тяжелое. У нас за 200 метров был завоз. Там у нас зацепился за какую-то корягу. Антону пришлось взять лодку и прям судили, чем он поехал на вылаживание. Случился тот самый долгожданный момент. Наконец-то мы, понятно, майяли свою первую рыбу в сезоне в 2017 году. Вот она здесь. В подсаке. Ждется его часом. Кстати, у нас был подсак ФОКС Горизонт. У него очень удобно. Вот такая ручка в комплекте. То есть у вас есть ваш треугольник. Очень короткая ручка. Спокойно завел рыбу. Привез ее обратно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы готовим новую насадку, завозим и ждем поклевки. Такая у нас отличная рыбалка. Так, сейчас мы повторим полностью нашу комбинацию, нашу насадку. Это Life System и кисло-игруша комбинация, подрезанная до маленького размера. Актуально по холодной воде мы отправляем его на короткое дипование. А тем временем сделаем ПВА-пакет, который нам уже только что показал результат. Ну что ж, сейчас Эд поедет завозить у нас очередную нашу боевую насадку. И посмотрим, что из этого получится. Ну что, Эдуард, как ты считаешь, две пойманные рыбы за ночь? Это хороший результат. Я считаю, что это очень круто для мая. Для данной погоды. Тем более для начала. Я считаю, что несмотря на то, что мы нашли успешное место только для одной палки, то, что мы поймали на нее две рыбы, это хороший результат. Ближняк все-таки не оправдал себя. Рыбы, как и предполагалось, большая часть содержится на немелике. Вот мы вчера с Егером плавали туда, в край мелки водоема. Говорю, что два дня назад там рыбы было, карпа, очень много. А вчера мы плавали, и там, ну, как бы они разлетаются, но, он говорит, в разы меньше. Поэтому... Но в целом по водоему же ситуация не особая. Я думаю, она оттуда двигалась, уже сюда. Поэтому нам надо здесь ее и ловить. Сравно, видишь, сейчас дождь, то что... Ну, погода изменилась, как и планировалось. Удалось, но только на циркле продержался один день. Как тебе ловля в завоз? Это наш первый опыт. Да, ловля. Ну, на самом деле, мне так вполне комфортно возить. Но лодка маленькая, там сидишь, один спокойно гребешь. Единственное, что момент две, когда с наски везешь. Одна, если у тебя на ближней дистанции, это реально дальней. И если тебя вдруг снесло, тебе надо поближе, леска, она проседает. Надо, чтобы ты там натягивал. Взятерную погоду непросто, я согласен. Все равно с этим намучились, отрядно. В этот момент надо отслеживать. А так прикольно. Ты точно знаешь, что у тебя насадка лежит идеально. Не надо делать перезаброс там каждые полтора часа. То есть, если там охотишься за большим карпом, 4 часа смело там можно оставлять. 100% гарантия лежит. Все красиво. Ну, мы сейчас выложили оснастки, в принципе, в диагональ такую определенную. У нас ближняя точка самая сейчас составляет 122 метра. И далее по понижению как раз глубины мы их располагаем до нашего стационарного маркера и прокладываем такую некую дорожку между ними всеми, чтобы если рыба дойдет до меляка, чтобы она у нас начинала двигаться и к нам ближе. И, может быть, мы ее вытянули бы совсем ближнее вот здесь. Да, потому что здесь все равно мелко. Место, да. Да, и здесь есть ракушка, чем нам больше нравится. А мы любим ловить на ракушке. Может быть, как раз мы сможем ее до сюда дотянуть и как-то ее здесь удержать. Еще по завозу, конечно, надо нам на следующий раз запасные шпули с плетеной леской делать, потому что на таких дистанциях чувствительность очень сильно падает. Очень сильно. Да, и в принципе, наши все обе рыбы, они застревали в корягах. Сильный паровоз, мощный. Слушай, ну там глубина вот так. Да. А там коряг и травы, во, я весла у нее там проходил, очень много. Поэтому, конечно, хотелось бы вытащить сюда рыбу к нам поближе, но даже по тем отзывам, которые я читал здесь, то в основном вот рыбу водят в завоз, а поклевки на ближнем дистанциях они такие единичные. Ну на контрасте с нашим спортивной историей ловля в завоз просто кайф. Да. Не торопясь. Да. Нам брата дороги о своем подумают. Эта красивая рыба была поймана командой Foxy Russia. 6 мая 2017 года. Сейчас мы здесь и мы узнаем ее вес. И... Антон, как всегда, был бром практически 1 грамм. 6 килограммов 425 грамм. Виктор, вы готовы отправляться? Да, готовы. Готовы завозить наши оснастки. Что у нас здесь по оснасткам, расскажите? По оснасткам у нас, значит, прикормочная небольшая программка в виде пакетов. В пакетах у нас в данном пакете основа это Life System. Здесь Stick Mix, здесь есть пелец, здесь есть крушенные бойлы. Опять же Life System. Все это залито внутри немножечко минамина. Ловим на шестой крючок. В насадке у нас опять же Life System подрезанный немножечко тонущий. И сверху пупапчик из кислой груши. Сисимур. И вторая у нас немножечко отличается. Мы здесь использовали опять же Life System. Здесь у нас Stick Mix. Здесь у нас опять пелец. Но основу здесь составляют уже крушенные бойлы. Фанфишинг серия Classic. В данном случае это слива Plum Royale. Будем ее пробовать. Она только недавно у нас появилась. Хотим, соответственно, узнать, как она работает, как она себя покажет. Крючок такой же. Шестой номер. И в насадке опять же Classic слива. Так, погода, как видите, резко меняется. Дождь становится сильнее. Но нас это не останавливает. И мы едем завозить очередную оснастку. На 200 метров, Эдуард. Сейчас попашу. И раз! И раз! И раз! И раз! И раз! Наш шелтер. Вот как выглядит покрытие. Вот его принцип работы. Лучшие материалы. Вся вода скапливается в капли и уходит. Наш экшен-стейшн. Рич Малки. Которую сейчас нас очень сильно выручают в разных ситуациях. Витя работает. Работает на завоз. А вон там Мэтт что-то мутит. Мы решили еще одну палку добавить к дырнику. Потому что у нас оттуда уже было две поклевки. Посмотрим, что из этого получится. Ну погода сами видите какая. Происходит серьезный слом. Давление просто падает космической скоростью. Крути. Крути и он крутит. Мы решили ловить на скользящий монтаж. Сейчас мы его свяжем. Мы уже промаркерились и решили, что будем использовать литкор со свинцовым сердечником. Так как у нас там грунт достаточно ровный. Если бы грунт был у нас с буграми или сложный рельеф, мы бы остановились на литкоре без свинцового сердечника. Он у нас метров длины. По краям две петли. И для того, чтобы нам связать монтаж, будем использовать вот такой готовый набор. Здесь есть специальные клипсы и сам бегущий элемент. С одного конца одеваем конус. И на эту петлю одеваем быстросъем. И утапливаем его в конус. Вот так. Дальше нам потребуется вот такое бегущее кольцо. Продеваем прям по всей длине литкора. И упереться он должен вот этот конус. Чем хорош именно этот набор? То, что здесь мы можем с вами менять груз, не меняя литкор. Груз вставляется вот в специальное отверстие. Вот так. И стопориться стопорком. При необходимости, если нам нужно поменять груз на какой-нибудь другой вес, стопорок вытаскиваем, груз вытаскиваем, меняем. Это очень удобно. Вот наш монтаж уже готов. Он очень простой. На другом конце у нас простая петля. Ее мы будем одевать к шок-лидеру петля в петлю. Груз спокойно скользит. Ну, вот здесь вот такой момент, кстати, интересный. Он очень неплохой. С этого места груз прям мгновенно не скользит. Видите, он немножко придерживается. Это как бы достаточно неплохо. При первой поклевке рыбы, когда еще мы не подошли к удилищу, мы сами не подсекаем рыбу. То есть груз будет давать некоторую подсечку рыбе. Видите, он сначала держится, и только потом начинает все скальзывать. Вот у нас произошла дневная поклевка. На самой дальней точке, на 220 метрах. Рыбу мы подсекли быстро. Леска провисла, свингер упал. Но, тем не менее, мы произвели подсечку. И что радует, что рыба у нас не попала в коряги, как это было два раза с ночной рыбой. Поэтому сейчас мы ее ведем планомерно. Но вот она у нас, видно, уходит от те камыши. Нам нужно стараться ее оттуда сейчас. Чем хороши бланки, скажем, среднего строя, это тем, что ими очень хорошо можно управлять рыбой. То есть вот у нас рыба шла вправо-вправо, вот туда вот, прям в подуге, в камыши, через сектор аж следующий. И если бы удилище было мягкое, то им было бы очень тяжело развернуть рыбу. Ну вот, мы поймали здесь амура. Мы заслышаны, как много здесь амуров и какого они размера. Нам это удалось сделать, и мы несказанно рады. Очень красивая рыба, прогонистая. Вся чешуйка в чешуе. Золотистый. Кстати, золотистых амуров мы таких, наверное, не ловили. Обычно серебристый, а это прям золотистый. И сейчас мы его будем отпускать, а не сейчас мы здесь его потом отпустим. Продолжение следует...